Всем привет, друзья! Мы находимся в Universidad de Valencia. Это государственный университет, в котором есть 20 разных факультетов и целых 5 кампусов. В одном из прошлых видео, здесь я оставляю подсказку, мы были в основных кампусах прямо в городе Валенсия. Этот кампус находится в пригороде, город Бурхасот. Студентка Валерия находится на втором курсе, и она нам расскажет о своем опыте обучения в испанском университете и насколько ей нравится учиться в государственном университете. Доброе утро всем! 10 часов утра, рабочий день. Мы начинаем снимать для вас интереснейший выпуск. Историю студентки Валерии, которая переехала с Украины в Испанию и сдала экзамен ПСЕ. Сейчас успешно учится на втором курсе фармацевтического факультета Университета Валентий. Но если вы сейчас кушаете, мы решили перезарядиться. На двоих завтрак здесь стоит 5 евро 60 центов. Я считаю, это очень и очень приятная цена. Ты всегда в университете, можешь в любое время зайти перекусить. Кстати, интересно, испанцы на переменах пьют пиво. Я считаю, что это достаточно странно. Давайте вместе перекусим и перейдем к нашему видео. Меня зовут Лера, мне 19 лет. Я приехала из Украины, из Киева. Сейчас я учусь в Валенсии, в Университете Валенсии на факультете фармасии. И градом называется Нутрисион Умана и Диететика. Заканчиваю сейчас второй курс. Начиная где-то класса с 8-го, я понимала, что я хочу учиться за границей. И началось все, наверное, с университета в Польше. Потом эта идея как-то сама по себе отпала. Потом я начала подавать на программы Флекса, чтобы поступить в США. Но из-за коронавируса его отменили в тот год. И потом как-то родители начали меня вовлекать в эту всю тему, чтобы ходить на разные собрания, где можно увидеть представления от разных университетов из, например, из Испании, из Италии, Польши, Германии и так далее. И на одном из таких собраний я увидела буклет университета в Сантьяго-де-Кампостелло. И остальные тоже я так и к себе пособирала. Это был где-то конец 10-го класса. И прошло пару месяцев, 11-й класс, нужно решать, куда поступать, какие экзамены сдавать и так далее. И из всех буклетов, что у меня остались, это только был один из университета Испании. И я как-то решила посмотреть, как и что, какие предметы есть, какие условия. И увидела, что цена в испанском университете дешевле, чем в Украине. И я такая, интересно. И так выбор пал на Валенсию. И в 11-м классе начала потихоньку учить испанский, потихоньку готовиться к переезду в Испанию. Родители помогали с документами. И выбор пал на школу испанского Хиспании. Чтобы поступить в государственный университет, тебе нужно сдать специальные вступительные экзамены. И как раз агентство How to Spain поможет тебе с выбором подходящего подготовительного курса. Потому что на самом деле к этим экзаменам, думаю, я подготовиться самостоятельно невозможно. То же самое говорила наша студентка Арина, Валерия и еще одна Валерия. То есть на самом деле вступительные экзамены сложные, к ним нужно готовиться. Немножко сложно на это ответить. В принципе, я не скажу, что мне очень сложно. Сложно было, наверное, на первом курсе, потому что такие очень общие образовательные предметы. Типа много химии, общая химия органическая, биохимия и всего много физики, статистики. То есть такие предметы, к которым я немножко не привыкла. И сразу учить его на испанском с нуля было немножко сложно, конечно. Но сейчас уже на втором курсе предметы более связаны с моей специальностью. То есть у меня есть уже и нутрицион, и диетология, и браматология. То есть все предметы, которые уже полностью идут связаны с моей будущей профессией. Поэтому мне уже намного интересней. И поэтому как только тебе становится интересно, легче становится и учиться. Хорошие профессора, которые докладно все очень удобно рассказывают, все понятно. Поэтому в целом сейчас я не скажу, что прям сложно. В основном сложности начинаются, когда экзамены, когда у всех начинается такая паника. Как готовиться, как что делать. В каждом университете по-разному. У меня, например, так, что заканчивается первый семестр, начинаются экзамены. Вот где-то зимой, в начале января, вот как только мы выходим с новогодних типа каникул, вот сразу же начинаются и экзамены. И если какой-то предмет вы не сдаете с первого раза, то есть первый раз – это первая конвокатория, он остается на лето на вторую конвокаторию. В некоторых университетах это примерно бывает такое, что сразу. Вот заканчивается первая конвокатория, и сразу же начинается вторая. То есть, например, в январе первые где-то недели две экзамены, и потом неделя, чтобы переподготовиться и сдать еще раз. В моем университете чуть-чуть по-другому. Мы сдаем все, что нужно пересдать, сдаем летом. Вот сейчас у меня закончились уже все предметы, все семинары, все, что только можно было со второго семестра, и через неделю у меня начинаются экзамены. И если вдруг я какой-то не сдам, они остаются где-то на конец июня, и это будет и вторая конвокатория, где можно пересдать спокойно предмет. Я считаю, что стоит. Мне лично очень нравится. Мой факультет, не скажу, что он самый красивый, привлекательный всех, что есть, но здесь хорошая лаборатория, например. У нас очень много практик. Кому-то это не нравится из-за того, что это прям много времени, которые нужны помимо учебы, помимо классов, которые идут по графику. Практики идут утром, то есть они как бы отделенные немножко от общего графика. Но я считаю, что через практики в лаборатории как раз-таки вы понимаете, насколько вам это нужно, насколько вам это интересно, как вы будете применять все свои навыки теоретические в практику. Многие, например, со второго курса, если их спросить, чем вы хотите дальше заниматься, не все скажут, что они хотят вести консультации, например, по диетологии, то есть многие скажут, что они хотят быть в инвестигацион, то есть это исследовательские работы в лабораториях, то есть им интересна больше эта сфера. Потом очень много хороших профессоров, то есть все достаточно отзывчивы. У меня лично не было пока никакого конфликта ни с каким преподавателем, то есть все очень рады помочь, даже по каким-то личным вопросам, если нужно обратиться, можно обратиться. Да, да, мне нравится группа, у меня хорошая группа. В основном я общаюсь с девочками с Латинской Америки, либо с Италии, и вот прям я от них чувствую, что они очень такие отзывчивые, но мне кажется, что это у них просто в крови. Но вообще с каждым из моей группы, если мне что-то будет нужно, можно сразу же написать в группу общую, и тебе сразу же все помогут решить какой-то вопрос, помочь с каким-то экзаменом, то есть все достаточно отзывчивые в этом плане. В Испании есть два основных направления высшего образования. Это государственные университеты. Здесь я прикреплю ссылки с Университет де Валенсия и Университет де Политехника, который находится в городе Валенсии. И также второе большое направление – это частные университеты. Основная разница – стоимость обучения. В государственных университетах ты платишь примерно 1200 евро в год. Есть города, где ты платишь даже 800 евро за целый курс обучения. В частных же университетах обучение стартует от 10 000 евро. На самом деле в частных университетах тоже есть свои преимущества. Если ты можешь платить эту стоимость около 10 000 евро в год за свое обучение, без проблем, агентство How to Spain начнет сейчас снимать новые видео из частных университетов. Поступить туда еще проще. Я думаю, что вот ровно, насколько я ожидала, вот так оно и случилось. Потому что я ожидала, что здесь будут отзывчивые, хорошие люди, хорошая группа. Что здесь будет интересно учиться, будет много практики. Я думала, если честно, что будет немножко сложнее учиться, если честно. То есть я привыкла к тому, что в Украине в университетах часто задают много каких-то домашних заданий. Что нужно прям много проектов делать и много дедлайнов, чтобы сдавать в течение года. Здесь нет, ну и здесь больше свободы, если честно. Не обязательно прям ходить на каждую-каждую лекцию. Главное сдавать семинары, сдавать какие-то работы, связанные с лабораторией. И хорошо писать, сдавать экзамены. Я чувствую, что я стала чуть более открытая к людям. Мне легче находить немножко общий язык. Я не боюсь уже разговаривать на испанском, знакомиться с новыми людьми. Я не боюсь отвечать в классе, задавать какие-то вопросы. Я чуть лучше себя чувствую в каких-то публичных выступлениях. Потому что на семинарах, которые у нас каждый семестр, приходится выступать перед всей группой и рассказывать свою работу на чужом языке. Поэтому сразу же ты учишься не бояться и быть уверенным в себе. Мне здесь на самом деле очень нравится. Правда, чтобы облегчить себе поступление, подготовку всех документов, чтобы знать, как готовиться к экзаменам, нужно, чтобы был какой-то человек или компания людей, которые могут помочь с этим. И я могу порекомендовать агентство How to Spain, которое могут вам облегчить весь этот процесс и сделать подготовку к экзаменам, к поступлению, к переезду намного легче. Готовы к следующему шагу на пути к твоей мечте? Я, Карина Вальчук, ведущий специалист агентства по делам иностранца в Испании How to Spain. Именно мы поможем тебе составить индивидуальный план переезда с любого города мира, конкретно в Испанию, и подобрать специальный курс, который подойдет именно по твоей цели. Это может быть специальный курс для изучения испанского или подготовительный курс для вступления в государственный университет. Да, я могу сказать, что мне стало легче, потому что я приехала не прям с нулевым испанским, у меня был где-то уровень А2, вот так вот. Поэтому я сразу же могла хотя бы коммуницировать с испанцами, потому что далеко не все говорят на английском языке. Плюс я когда приехала, я жила в испанской семье первый год, и поэтому мне тоже нужно было с ними как-то общаться. И также я когда вступила в Испанию на курс, я могла сразу же взять себе предметы, которые связаны уже непосредственно с моими экзаменами, и не тратить так много времени просто на изучение испанского. И поэтому первый семестр в Испании я когда уже прошла, у меня уже были какие-то небольшие знания по тому, как будет выглядеть экзамен. И дальше со второго семестра я чуть нарабатывала, делала больше тестов, чуть улучшала свой испанский, и поэтому, мне кажется, я и лучше сдала экзамены. Тут зависит от подготовки изначальной, вот как вы идете, заканчиваете школу. Например, по биологии я бы могла сказать из своего личного опыта. В принципе, то, что я учила в Украине, достаточно схоже с тем, что я сдавала на экзаменах здесь, поэтому, в принципе, какая-то база уже есть. Но, например, химию, математику и другие предметы, например, те, кто сдают экономику, лучше уже учить здесь, потому что вы учите на испанском, то, что нужно именно для экзаменов. И поэтому я считаю, что лучше уже готовиться здесь, потому что больше шансов хорошо написать экзамен. Особенно могу сказать, что по биологии, по химии у меня была очень хорошая профессорша, которая давала нам много-много-много тестов, почти каждый урок, чтобы мы могли практиковаться. Даже много вопросов, которые она нам давала во время наших уроков, мне попались на экзамене, либо в какой-то модифицированной форме, поэтому я когда уже писала экзамен по химии или по биологии, я, в принципе, эти вопросы уже как-то где-то себе их видела, поэтому мне было уже намного легче, то есть я со спокойной душой издавала. Математика в нашем году, когда мы издавали, именно часть тестов была очень-очень другая, то есть она отличалась от прошлых годов, поэтому нас к ней не готовили, но нас готовили к практической части, там, где всякие задачи, вот там, там я уже тоже себя чувствовала уверенно, за вторую часть практическую по математике я набрала намного больше, чем за тест, потому что к ней нас как раз-таки готовили больше. Ребята, вот какой раритет нашли здесь, представьте, как шагнула технология, если я думаю, такие мониторы были где-то в 2000-х годах, сейчас всего лишь 2024, а у нас уже лэптопы маленькие, тоненькие, красота, наука идет вперед, поэтому ты обязательно учись в Испанском университете и двигай науку дальше. Это автоматы вендинга по кофе и по снекам и водичке. Здесь можно платить монетками, а можно скачать себе приложение Take, так называются автоматы, и чтобы не ходить с монетками, чтобы удобно было мониторить, плюс в приложении там где-то 5 центов меньше вы платите, чем здесь цена, вот, и вы просто выбираете номер автомата, например, вот, чтобы купить водичку, отправляете туда деньги, например, выбираете номерок и покупаете воду. Вот, недавно здесь поменяли, поменяли снеки, сделали по просьбам студентов больше, больше здоровых перекусов, например, яблочко, октимель, всякие орешки, печенье, в которых много клетчатки, фруктов, вот, так что немножко модифицировали все это дело, чтобы мы перекусывали здорово, а не всякими шоколадками и колами, так что больше процент теперь здоровой еды в этих автоматах. Частая? Да, я частая. Здесь, когда, например, целый день в университете из-за практик, из-за того, что просто лекции долго идут, можно прийти, купить себе водичку, орешки, перекусить и дальше, чаще всего очередь на кофе. Здесь все берут себе кофе. Если ты также смотришь «Светлое будущее», продолжай смотреть этот ролик и подписывайся на канал «How to Spain». Я пока еще не решила, буду ли я идти на мастер после окончания четвертого курса. Возможно, я бы хотела сделать мастер, например, в другом городе, в Мадриде или в Барселоне. И, скорее всего, я бы переехала после этого в Мадрид, потому что, мне кажется, там больше возможностей для работы. Валенсия такой более спокойный, студенческий город. Здесь много университетов, много расслабленного образа жизни для студентов как раз таки. А для работы, мне кажется, чуть больше подходит Мадрид. Там такой насыщенный образ жизни, очень все спешат, очень все хотят работать. Поэтому, возможно, я бы хотела работать там. И в идеале, чтобы у меня были приватные консультации по диетологии, нутрициологии, либо работать в какой-нибудь клинике. Я знаю, что за час консультации в среднем берут где-то в районе 40 евро. Вот так вот 40, иногда 50, зависит от насколько профессионально ты даешь консультации. Ну и, наверное, в месяц средняя зарплата может быть где-то полторы тысячи. И также мы сейчас спросим студентку Биби, она из Коста-Рики, тоже находится на втором курсе, и сейчас расскажет, чем же ей нравится Университет de Valencia. Биби, я называю Биби, я 20 лет, и я в 2. курсе в Нутрициологии. Ну, да, мне нравится, я знаю много людей, ну, да, в стране, я в стране с большим культурами, и это было что-то что-то немного подняло мне было в стране. Ну, из моих студентов, нутрициологии мне нравится, мои профессионы очень хорошие, они очень много знаний, и очень хорошо готовы. Промедию. Я хочу сфорзаться, я хочу с трудом, и, ну, если я буду, я не рекомендую, особенно Валенция, в Испании, это очень хорошо для студентов, и университет в себе очень хорошо. Учиться в Испании однозначно кайф! Если ты хочешь такую же радостную студенческую жизнь для твоих детей, обязательно подписывайся на наш канал, пиши специалистам по образованию агентство How to Spain, и мы с радостью поможем твоему ребенку получить лучшее и светлое будущее. Да, я первый год жила в испанской семье, и мне на самом деле, наверное, особенный случай, но мне вообще не было сложно адаптироваться, то есть я сначала, как только приехала, я сразу же как-то себя очень комфортно почувствовала. Мне кажется, многое зависит от того, что мне попалась хорошая приемная семья. Они меня сразу приняли, они со мной ездили, мы вместе ездили в Аликанте, я знакома со всей их семьей, то есть они меня очень обобщали ко всей культуре Испании, и с ними я тоже намного усовершенствовала свой испанский. Вот, поэтому мне кажется, мой адаптативный процесс прошел очень-очень так смузли, то есть все очень-очень комфортно было. Когда уже начала жить сама в отдельной квартире, ну, я снимаю с двумя девочками, тоже студентками, там уже первые такие небольшие сложности, то есть жизни самой, готовка самостоятельная, уборка и все остальное, но к этому тоже быстро привыкаешь, как только входишь в процесс учебы, студенческой жизни. Я люблю, конечно, своих родителей, я люблю с ними жить, это очень комфортно, но мне нравится жить самой, мне даже не обязательно жить с кем-то, то есть я, в принципе, достаточно самостоятельная, мне легко себя организовать, поэтому мне этот опыт нравится, мне нравится сейчас этот путь на вершину к своей самостоятельности, к самостоятельной жизни. Чем мне еще нравятся государственные университеты Испании, это что всегда есть много площадок для спорта. Давайте пойдем и посмотрим, что же здесь есть. Я, как теннисистка, очень люблю разные виды тенниса, например, мы только что прошли площадку Front Tennis, это теннис со стеной, прошли площадку для игры в падаль, и сейчас, наверное, дойдем и до теннисной площадки. Давайте посмотрим. Кстати, что еще интересно, здесь могут играть не только студенты университета. Для студентов университетов использование всех этих площадок является бесплатным, а если такие, как мы с вами, пока еще не студенты хотят поиграть, спокойно здесь можно арендовать для себя площадку. Вместе с вами мы сделаем ваш путь к цели максимально эффективно и в очень краткие сроки. Агентство How to Spain – твой надежный помощник в переезде. На понимание у меня вообще нет никаких проблем, то есть я спокойно могу слушать очень долго на испанском языке, когда мне что-то говорят, и мне не нужно в голове себе ничего переводить, то есть оно все автоматически, я переключаюсь. Иногда, когда сложный день, когда устаешь под конец дня, и тебя что-то спрашивают на испанском, конечно, бывает такой период торможения, когда ты такой, уже хочется поговорить на родном языке, чтобы было комфортней, но в основном, когда я в университете, я как-то автоматически переключаюсь, мне легко общаться и с профессорами, и с моими друзьями, знакомыми. Да, да, из-за того, что я в основном провожу много времени в университете, и у меня сейчас много, особенно со второго курса, это как-то так получилось, что я больше общаюсь со своими одногруппниками, то в основном я общаюсь на испанском. Первый год я очень много общалась на испанском, потому что я жила в приемной семье. Но также у меня есть знакомые из Украины, с которыми я общаюсь на украинском. Ребята, у нас, как всегда, есть уникальная возможность походить, посмотреть по разным университетам. Только что один злой дядя хотел нас выгнать и сказал, что нам нужны какие-то обязательные разрешения, но если ты на канале HowToSpain, мы очень дерзкие, и ты сможешь увидеть то, что они показывают на других YouTube-каналах. Подписывайся, оставляй комментарии, и сделаем следующее видео опять снова интересным. Нет, сейчас я не подрабатываю. Я раньше, где-то год назад, я волонтерила для студентов, которые приехали, не только для студентов, просто для людей, которые приехали из Украины. Я помогала вести уроки испанского, то есть был профессор, который говорил только на испанском. Я помогала переводить, объяснять и давать уроки испанского. Но это на бесплатной основе на волонтерской. Конечно, я даже искала уже подработку. Меня уже брали в некоторые рестораны, кафетери. Достаточно несложно найти работу для студентов в такой сфере, в сфере обслуживания. Просто сейчас с моим графиком немножко не состыковывается из-за того, что мои практики утренние, они немножко не совпадают с общим графиком моих лекций, поэтому мне чуть-чуть сложно. Но мои знакомые очень многие, кто работают. Очень многие, у кого подработка утренняя, либо на выходных. Поэтому, да, я думаю, что с третьего курса я бы хотела найти работу. Если ты хочешь своему ребенку лучшее будущее, помочь поступить в университет, диплом которого будет котироваться по всему миру, однозначно агентство How to Spain поможет тебе с поступлением в государственный или в частный университет, поможет с переездом и решит все сложные бюрократические вопросы. Подписывайся на наш канал здесь. Ты увидишь максимально полезную информацию про жизнь в Испании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...